Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать к нам на канал! Рада вас всех видеть! Сегодня у нас распаковочка, но не посылок, друзья. Сегодня у нас будет распаковка продуктов. Перед тем, как я начну распаковку, я просто хочу вам рассказать, потому что я сегодня очень рада, я ждала. И это моя первая закупка продуктов от этого сайта. Расскажу быстренько, кому интересно, кто живет в Америке и тоже хочет попробовать покупать там. Эта компания, эта семья открыла эту компанию, называется Azure Standard. Я оставлю ссылочку внизу, вы можете по этой ссылке перейти, посмотреть и тоже найти продукты, которые вам хочется купить и которые вам нужны. Эта компания чем особенная? Они продают органические, чистые, хорошие, вкусные продукты, которые без добавок генетически не модифицированы. На этом сайте они дешевле, чем в магазине. Не все продукты, но много и дешево. В этом сайте я знала уже, наверное, год, но почему-то не решалась там покупать. У нас, в принципе, рядом с домом очень много магазинов. Этот сайт подойдет для того, кто живет где-то в глубинке, где рядом нет ничего органического или даже подойдет тем, если вы просто хотите сэкономить деньги, готовиться, запасать свои кладовки едой, крупами, зерном, в общем, все, что вам нужно. Я заказала там еду, которую посчитала нужным, которая была дешевле. И первая причина, почему я заказала на этом сайте, потому что у нас в магазинах очень редко найти органически чистый сыр. Что я имею в виду чистый? От коров, которые паслись на лугу, которые кушали не генетически модифицированное зерно, а которые кушали полезный нормальный корм. В общем, только недавно узнала, что неорганический сыр, он весь генетически модифицированный, и там ничего полезного нет. Поэтому мы решили сделать изменения в нашей семье и начать кушать нормальную полезную еду, к такой, к которой мы привыкли в детстве. По крайней мере, я так выросла на чистом молоке, на вкусной сметане. Давайте покажу вам, друзья, что я купила. У меня сегодня здесь много всего разного. Я вам буду озвучивать цены. Я не знаю, если здесь все есть. Я сейчас посмотрю, открою вместе с вами, все запечатано, и мы вместе посмотрим, что есть, чего нет. Скажу вам сейчас сумму, на которую у меня это было куплено. Заплатила я 320 долларов, и доставка стоила 27 долларов. Да, насчет доставки, друзья. Эта фирма так работает, вы покупаете на сайте то, что хотите, добавляете в корзину, оплачиваете. А перед тем, как вам все оплатить, вы заходите на этот сайт, и там можно проверить, где вы можете забрать свои продукты. Эти продукты не доставляют на дом, они все пакуют это в трак, в большой такой трейлер, и этот трейлер приезжает в ваш район. Ну, или где-то поблизости, где называется drop-off. Есть координатор, который занимается этим, и водитель, который это все привозит. Мы вчера поехали с девочками сразу после школы забрать в 5 часов вечера, слава богу, это было в 2 минут, ну, 7 минут. В 7 минутах от нашего дома это было очень близко, нам было это очень удобно, и мы поехали забрали. Там процесс, в принципе, очень легкий, каждый человек помогает друг другу опустошить этот трак, в общем, все оттуда вытащить, потому что там только драйвер, водитель, и никто этим не занимается. Вы друг другу помогаете, на земле лежит ваша фамилия, и каждый человек вот так вот это все разносит, потому что на каждом товаре наша фамилия есть, все везде есть тут. И после этого все это в машину, в багажник закидываете и едете домой. Это заняло где-то у нас 15 минут, не так долго, поэтому было очень просто. Я заказала здесь много, а, что-то замороженное заказала, что-то свежее, сыр, сметану, в общем, такое. Так что давайте с вами все откроем и посмотрим, что внутри. Начнем, друзья, наверное, начну с творога. Я заказала американский творог от компании Nensis. Этот творог идет с пребиотиками и с пробоотиками, органический. То есть, очень хорошая и очень классная фирма. Здесь 6 пачек. Ого! Значит, сколько здесь вес? Почти 500 грамм. То есть, здесь у нас 3 килограмма творога. Творог мне обошелся в 28 долларов 6 штучек. Это, кстати, недорого для органических пребиотиками. Я его открывать не буду, потому что мне еще делать видео для английского канала, но я вам показываю. Дальше у нас сметанка. Дальше у нас йогурт. Я говорила в моих раньше предыдущих видео, Дэвид кушает очень много йогурта. Он на правильном питании. Кушает все такое полезное. Салаты, мясо и йогурт. Это обычный йогурт, европейский стиль от фирмы Страус. Здесь тоже, значит, каждый йогурт почти по килограмму. 900 грамм здесь. Я заказала тоже 6 пачек вот такого вот йогурта. И йогурт нам обошелся в 26 долларов. То есть за 6 килограммов йогурта это тоже хорошая цена. И здесь вот написано, без антибиотиков. И коровы паслись на лугу. Вот. В этой коробке у нас, друзья, снэппи. Я заказала 3 пачки кокосовых таких вот... Ну, класс, что называется. Такие, как кокосовые мячики. Это кусочек кокоса с высушенным мангом. Да, и все органическое. Вот. Я подумала, что это хороший снэк. Когда хочется чего-то сладкого. И девочкам в школу буду давать. Заказала 3 пачки. Мне эти 3 пачки обошлись в 5,72. Я думаю, что это недорого для 3 пачек. Так, потом заказала вот такие вот. Это с черникой и с овсянкой и с миндалем. Такие вот кексики. Но это полезные. Здесь без глютена, без молочные. И... Да, и холл грейн. Вот. Здесь 5 штучек. Я заказала таких 3, 2 или 3 пачки. Они мне стоили... Они мне стоили 15 долларов за 3 пачки. В каждой пачке по 5 штучек. Потом у нас здесь хлебцы. Кто знает, какие хлебцы мы их очень любим. В пабликсе они продаются намного дороже. Здесь они продавались... В общем, на этом сайте чем больше вы покупаете, тем дешевле вам выходит. Поэтому здесь выгодно покупать, как в Костка покупаются продукты, то есть оптом. Я купила таких хлебцов 3 штуки. И это органические, с черным... Да, с коричневым рисом и без соли. Это самые полезные, какие могут быть на маркете. Вместо хлеба. И здесь всего лишь 70 калорий за один хлебец. Так что я тоже их смогу кушать. Утром авокадо. В общем, 3 штучки такие-то. Они мне обошлись в 12 долларов за 3 штуки. Ну и здесь, друзья, у нас... Вот. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Буду по очереди вытаскивать. Так. Друзья, давайте начнем с конфеток. Давайте я вам расскажу про эти конфеты. Вы знаете про МММС. Знаете, МММС, какой он вредный. Это не генетически модифицированные. То есть, они нормальные. Называются шоколадные радужные конфетки. Вот. Я их взяла для девочек. И заплатила я, друзья, за них. 7,85. В общем, 8 долларов за паунт. Потом у нас здесь сушеные финики. Инжир. Сушеный инжир, да. Тоже фаунт инжира. 6,16 я заплатила. Вот, органический. Уже без косточек. Дальше у нас шоколадные пуговки. Они хорошо для выпечки подходят. Мы их используем в выпечке. Готовим панкейки, вафли. Это черный шоколад. И они органические, без аллергена. Тоже 1 паунд. Обошлись мне. Так, обошлись, по-моему. 8,24 вот пачка. Дальше я уже говорила в своих предыдущих видео, что я начала готовить свой хлеб. Поэтому я купила муку для хлеба. Она не отбеленная. Она не генетически модифицированная. И это 100%, по-моему, ржаная мука. Whole white flour. Да, ржаная белая мука. Здесь 800 грамм, почти килограмм. Я взяла, раз, два, три, четыре пачки. Четыре пачки муки. Четыре пачки муки мне стоили 12 долларов. Следующая, друзья, я очень рада насчет этой покупки. Это замороженная малина. Да, натуральная замороженная малина в кусочках. Здесь 5 паундов. 5 паундов это 2,5 килограмма. И эта малина нам обошлась в 12,65. Мы готовим много смузи, делаем выпечку. Так что замороженную. Ее очень удобно и, кстати, выгодно. Очень часто на этом сайте бывают распродажи. По-моему, в правом углу там показывается то, что он сейл. Вы можете вначале туда пойти, посмотреть, если что-то есть. Сразу начать шопиться продукты, которые вам нужны. Так, малинку мы взяли. И взяли картошку, друзья. Это традиционная хашбраунс, называется по-американски. Здесь тоже 5 паундов. И она нам стоила... Она стоила нам 12,26. Это картошечка. Уже почищенная, нарезанная на кубики и замороженная. И я подумала, что это мне обойдется дешевле, чем обычная картошка, пока ее нарежешь, пока ее почистишь. И это, кстати, очень удобно. Когда хочется приготовить быстрый ужин, а мы чаще всего вечером на разных тренировках девочек, то на волейболе, то на баскетболе, то у Дэвида бейсбол. И иногда хочется приехать домой быстренько почистить картошечку или пожарить ее, и сосиски, и мясо. Так что пусть она будет, она замороженная. У меня как раз новый, еще один дополнительный холодильник в гараже. И мы его заполним этим. Так, друзья, осталась еще одна коробочка. Эта коробка тяжелая, я ее поднять не могу. Я открою ее и тоже покажу. Для меня это, друзья, как Новый год. Даже лучше всяких потерянных посылок, потому что здесь здоровая, питательная еда. Так, давайте я вот так ее поверну и буду открывать. О, а здесь еще красивее. Ну, начну, друзья, с соевого соуса. То есть это не соевый соус. Мы любим соевый соус, поэтому я вместо соевого соуса использую как кокосовые, на основе кокоса. Это как соевый соус, только там нету сои. И это можно как маринад использовать, можно использовать как соевый соус. Он очень вкусный и не вредный. Я взяла такие, по-моему, три бутылочки должны быть. Вот, не знаю, есть ли есть. Да, нашла. Три бутылки соевого соуса, по-моему, стоило около 12 долларов. Что-то мы будем использовать сейчас, а что-то мы положим в шкаф и пусть хранится. Будет про запасы. Также, друзья, я еще купила, заказала органическую муку. Называется для выпечки. Ее можно использовать тоже для хлеба. Можно делать из нее оладушки. Она тоже органическая, не отбеленная. Вот, она стоила мне 11 долларов. И там тоже 5 паундов. Потом мы заказали 5 паундов органической поленты, друзья. Кто знает, мы очень любим кукурузную кашу делать. И я в магазине за все эти годы еще не встречала органическую кукурузную муку. Она вся неорганическая, и вся кукуруза у нас неорганическая. Но есть и органические. Вот, я взяла тоже 5 паундов. И давайте посмотрим, сколько она у нее стоила. Она стоила мне 10,95 за 2,5 килограмма. Здесь у нас, друзья, 5 паундов плавленого сыра. Я заказала сыр тоже в таких вот пачечках, 6 штук. Но они его весь раз продали. Поэтому я заказала вот от этой фирмы Sierra Nevada органический фармхаус. Органический фармхаус крем-чиз. Эта пачечка мне стоила 16 долларов за 2 паунда. То есть 16 долларов за 1 килограмм сыра. Также я заказала еще спонжики, губки для посуды. Они стоили где-то 2 доллара за 4 штучки. Губки всегда пригодятся. Вот мой каталог. А вот, друзья, как выглядит каталог. Они обычно его кладут здесь со всеми сейлами. Рассказывают про саму компанию здесь. В общем, также здесь продается и стиральный порошок, и посудомоечное средство, и много всего классного для дома. Да, друзья, вот ради чего я и заказала это все. Посмотрите. Ради сыра. Органического сыра от компании Rumiana. Он мне стоил 36 долларов. Здесь тоже 5 паундов. Но зато он органический и натуральный, и не генетически модифицированный. Я думаю, что этот сыр нам хватит на пару недель. Будем кушать, будем резать его. Также я заказала клюкву. Сушеную, органическую клюкву. Она мне стоила где-то 9 долларов. Ее хорошо использовать в каше по утрам. Также выпечку делать разную. Ну, пусть будет. Здесь у нас сахар. Но, друзья, это сахар из инжира. Без глютена, кошерный, не генетически модифицированный и веганский, органический сахар. И без добавки сахара. Вот. Будем пробовать и смотреть. Как нам понравится. Еще, друзья, мне так захотелось комбуччи. И у них была комбуччи. Смотрите. Вот такая вот. С имбирем. Большая. Здесь 64 аунца. Это почти 2 паунда. А пришла эта комбуччи из Портланда, Орегон. Натуральная, органическая. Мне не терпится ее попробовать. Я очень люблю комбуччи. И еще, друзья, мы заказали мед. Ой, какой он тяжелый. Смотрите, сколько меда. О, видите. Органический. Здесь 12 паундов. Почти 6 килограмм. Вот. Из диких цветов каких-то. Тоже они напрямую работают с этими фермами. Они напрямую работают с фермами. Поэтому мед пришел из фермы. Чистый. Я уверена, что вкусный. И последняя маленькая пачечка, друзья, здесь у нас имбирь. Органический имбирь. По-моему, тоже 5 паундов или паунд. А, да. 1 паунд 453 грамма. Органический имбирь. Я буду делать свежевыжатые соки. И мне его хватит надолго. Друзья, я надеюсь, вам видео понравилось. Мы супер эксайдит, как говорят американцы. Очень рады. И мне не терпится все это опробовать, приготовить. Покормить моих родных. И рассказать вам в следующих видео, как все было. Если нам понравится, мы в следующем месяце тоже закажем с этого сайта. Но я планирую каждый месяц заказывать хотя бы молочные продукты. Сыр, сметану, творог. И, наверное, мед. Так что подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока, друзья.